На Белсате новины. Коротко про головное расповеду я, Юлия Лабанова. Витаю и начинаем. Светлана Тихановская сострылася с министром замежных справ в Швеции. Табея Самбельстремом у вынику гэтая краина призначила дипломатичного представника при демократичных силах Беларуси. Ею сталася былая амбасадарка гэтой краины в Менску Кристина Юганенсен. Так само в наступном году Швеция будет старшиней у Нордик Канцел и Нордик Болтик Канцел. И мы попробуем, чтобы голос вольной Беларуси там звучал, как много больше. Так само министр поведомил, что в наступном году будет с их боку большая поддержка беларуской культуры и заманцевание беларуской идентичности, что очень важно. И так само я в ходе нашей разговоры звернула паугу на то, что необходима поддержка для реабилитации политвязни, былых политвязни. Летчиков грамадянской авиации начали рыхтывать в Беларуси. Теперь завершили цикл формирования национальной школы рыхтывания пилотов. 10 летчиков-курсантов выправились у полеты. Про это повел директор Департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникации в Беларуси Игорь Голуб. Мы зараз будем рыхтавать своих пилотов грамадянской авиации. Мяркую, это основные достижения на это промежа к часу. З уповненностью глядем у будущее. Самое главное – мы будем летать. Параза на полфинальном матче выникового турниру Жаночей Тенесной Ассоциации. Арина Сабаленка проиграла из Свентак. Польская тенесистка перемогла у двух сеток с ликом 6-3-6-2. Коли ж Свентак отрымая перемогу у финале турниру, то пасуне Сабаленку с первого месяца в рейт-могу WTA. Першая в истории боевое сытыкнение в космосе. Войска обороны Израилю с допомогой системы ЭРО сбила баллистичную ракету за межами земной атмосферы. Про это поведомило в данне «Телеграф». Баллистичную ракету з Йемену запустили у Хуситы, яких падтрымливае Иран. Яна пролетела 1600 км над Аравийским пау-востравам. Целили по портовым городе Ээлят. Як заявил Цагаль, поветранная сила отсачили траекторую ракеты и перахапили ее. Пять особи отрымали аскепковые ранения и потерпел Мастацкий музей. У ночи Россия атаковала ударными дронами да ракетами типу «Оникс» и «Искандер-М» «Адессу». Гэтак ракеты трапили у центральную участку городу и промысловый будынок, який не выкрыстовывался. Шахаты атаковали инфраструктуру каляпорту. Сурьезно пашкоджаны будынок Мастацкого музею, поведомил мэр городу Янаць Труханов. Паводли его, славутые на увесь свет экспонаты, цудам не потерпели. Гэтак выглядая музей пасля абстрэлу. Магутные выбухи прыгучали и окупованым паселі с Чассядова каля Мариуполю. Там падарвався российский склад с боепрыпасами. Паводли российских медея у адбалося замыканні электроправодки у помяшканні, где заховываліся боепрыпасы, и гэта выкликала множную детанацию. На кадрах можна павачыць ўжо другусную детанацию. Месцовые пабликі павядамляюць, што ў людзей знікла электрычнасця, а паселіща закрылі для уязду. Дзевять гадзінаў ў атачэнні кракадзілаў, зміяў і маскітаў. Гэтак пілот пасля авіаварыў ў Флорадзе був вымушыны чакаць да памоги, павядамляе БіБіСі Ньюз. Мужчыну уратавалі і даставіли ў шпіталь. Цепер ёгоны стан здавальняючы. На виды абачны, як мушчына сядзіць на крыле адноматорныха самалёта, што, на счасті, не затануцца алкам. Аваріную пасадку пілот здесніў ў забалочанай місцовасці. Эверглейц – гэта адзіна выдаём, дзе кракадзілы, што ядуць людзей, дзялець ту іш прастору, што і алігаторы. Чырвоная неба і таямнічыя свячэння. Гэта не сцэна з апокаліптычнага фільму, а прыродная з'ява. Павночная зяння минулую ночу маглі назіраць ў Беларусі, Україні, Польшы і Расеї, ды нікаторых іншых краінах павночнага паушаря зямлі. У нашай краіні чырвоная неба бачылі ў Гомільска і Магілівскай в областях. Павночная зяння – гэта свячэння верхніх слоёў атмосферы, яку ўзнікае прас узаймадзяння магнітосферы планеты з зараджанамі частіцэмі сонічнага вєтру. Паводля навыкувців, ця перышнія пауночная зяння магло стацца наступством магутныя магнітныя буры, што адбылася напередадні. І гэта ўсіе новіна ў короткім маглядзі. Каментуйця вэданні, ставці лайкі і дяліцяся. Ім так інформацію пабачыця шчэ больш глядачоў. Падсумаванне ж інформаційны і карціны дня глядзіце ў обікты ІВЯ-20-й. Заставайціся з нами.